лудомания проблема номер один вообще в мире почему одни люди становятся зависимым а другие не то психоповеденческое расстройство проблема начинается с того что мы сами так делаем и жена на протяжении там пяти семи десяти лет скрывает и не рассказывает там родителям своим есть какая-то точка невозврата жены обычно верят что все все вот сейчас четвертый ребенок родится я перестану употребляет да там но остается только что делать разводиться проблема не решается только с одним зависимым проблема решается вообще в корне в семье мне непонятно какое наслаждение получает лудома ценности у лудоманов точно так же как у наркоманов в америке провели провели такое интересное исследование проводили национальная ассоциация сша по проблемам азартных игр и к чему они пришли то есть результаты исследования средние статистические жители любой страны может стать преступником там с вероятностью 6 процентов наркоманом там 32 процента алкоголиком 34 процента а игроманом с вероятностью 48 процентов то есть сегодня лудоманом стать можно сказать легче всего с чем это связано вообще окей вот если рассматривать ну так так называемый адективный потенциал у не химических зависимости и понимать откуда ноги растут то естественно эти цифры они будут такими 48 процентов в первую очередь играет роль социальная приемлемость да когда человек начинает ставить ставки играть в лотерею начиная там с раннего возраста и для него это считается ну как бы нормальным да таким потому что там бабушка покупает лотерейный билет этого бинга этого бинга да вот это вот вся история и ну там родители на праздниках выпивают спиртные напитки алкоголь и там на каждый праздник приносится это да культа алкоголь и да получается да культ алкоголя и братья сестры старшие да там ставили ставки наблюдают да там за спортивными какими-то событиями футболом ну естественно человек вовлекается во всю эту историю потому что есть знания по спорту да там с ранних лет когда следят за футбольными командами прогнозируют какие-то да там знания свои используют эти знания в ну это даже наверное не про ставки еще до начала периода а когда идут вот эти ранние споры между молодежью молодежью да там кто какие кто выиграет кто проиграет ну и вообще в целом вот если смотреть на нашу культуру да там на какие-то спортивные мероприятия да это всегда азарт любой спорт это всегда азарт да поэтому ну естественно будет высокий такой адективный потенциал как внутри нашей культуры да так и в целом во всем мире есть посмотреть допустим в азиатских странах в корее тоже проблема большая именно со ставками да причем на спортом лошади собаки ну есть проблема не существует и лудомания проблема номер один вообще в мире про лудоманию мы с вами еще поговорим я вообще сейчас вот слушая вас понимаю что вообще как бы сама основа проблемы это окружение человека окружение человека начинается это с его семей да правильно где вырос человек его вот эти поведение откуда он это все спроецировал у кого-то там перенял в первую очередь это семья потом уже там в школе там класс там университете там студент университете и так далее и тому подобное сами мы того не понимая сейчас своих детей тоже делаем зависимыми с раннего возраста например вот там буквально годовал двухлетний ребенок уже сидит в смартфоне требует от своих родителей мультфильм телефон будь там мультфильм или еще что-то там игра какая-нибудь правильно ли понимаешь что мы уже с пеленок заложили проблему совершенно верно проблема начинается даже не с тем что мы даем ребенку телефон проблема начинается с того что мы сами так делаем мы сами не замечаем как постоянно лежим дома на диване или там на кровати в телефоне играем в какие-то игры там смотрим инстаграм смотрим youtube и все время пытаемся получить вот этот быстрый дофамин да и естественно попадаем в эту дофаминовую яму да когда нам все время хочется быстро получить какое-то удовольствие посмотрев тот или иной ролик там насладиться каким-то видом да или же там приготовлением еды это вообще ну как бы такие топовые да видео в инстаграм обзором автомобиле обзором автомобиля да по сути мы сами у себя воруем чувства да и учим этому же детей дети копируют нас то что мы делаем они делают точно так же и естественно дав ребенку годовалому ребенку телефон потому что ну там маме или папе выгодно так сделать чтобы он спокойно сидел кушал открывал рот и ну не обращал внимания да там на другие какие-то вещи не кричал не создавал шум ну удобная позиция родители дать телефон и ну как бы не стараться ничего там делать что-то сверх естественное и конечно же мы получаем в итоге определенный результат когда ну ребенок растет с телефоном в руках у него изменения идут уже не только как бы на уровне психологии психики даже в теле мы замечаем да там сутулость постоянно да там проблемы с глазами ну изменения да вот и нежелание как-то физически развиваться ходить там на спорт получать удовольствие от этого потому что он знает как быстро получить удовольствие именно через там игру телефон мультфильмы фильмы тик ток инстаграм ребенок маленький становясь подростком ну и сегодняшние подростки тоже болеют можно сказать зависимостью именно в виде там компьютерных игр или сейчас вот вы говорили до эфира вейпы да еще стали популярными это тоже зависимость да которая тоже может привести к каким-то плохим последствиям вот например играет человек компьютер это может вызвать какие-то дополнительные зависимости кроме самой игры но обычно мы видим такую картину это расстройство пищевого поведения когда человек не хочет отвлекаться от игры и он идет или там требует даже не просто там просит а требует от мамы чтобы ему его обслуживали ему приносили еду прям компьютеру да он не хочет отрываться от процесса хочет все время находиться в той реальности которую он создает себе там потому что ну она там удобная он там достиг определенного уровня он уже авторитетный да там аз конечно же он не хочет выходить из той реальности потому что в реальной жизни нужно работать над собой пахать да там заниматься физически спортом развиваться быть конкурентным да ну в жизни быть конкурентным очень сложно и конечно же дети всегда ищут легкий способ вообще зависимость да это не про само употребление да это не про саму игру это не про саму не про сам наркотик да это не про алкоголь это про поведение человека это про его убеждение ценности да это психоповеденческое расстройство и ну вот решение этой проблемы лежит как раз таки в ну в профилактике и если мы начнем этим заниматься то ну гораздо меньше будет того что существует на сегодняшний день проблем с зависимостью вот по поводу профилактики да мы не все еще там такие популярные виды зависимости проговорили но тем не менее они более-менее все схожие да просто там вид меняется по поводу профилактики сегодня у нас в стране есть какая-то государственная программа профилактики именно вот по таким заболеваниям как зависимость у нас работает очень хорошо вторичная профилактика да как в государственном секторе так и в частном секторе да это наркология и реабилитационные центра которые ну уже ну пытаются лечить или исправлять уже зависимых людей да это вывод из запоя снятие абстинентного синдрома да там вывод из депрессивного состояния потом это в основном чем занимается наркология до реабилитационные центра они более такие как бы погружены в психотерапевтические процессы но вот первичная профилактика зависимости программа ну лично я не знаю и не знаком с какими-либо инициативами которые бы на сегодняшний день могли бы создавать благоприятные условия для развития там молодежи вот первичная профилактика это тот отсутствующий инструмент у нашего государства который бы не доставлял бы проблем как вот это сейчас у нас происходит да там создают инициативы по законодательные да относительно игромании да запретить там рекламы запретить там то пятое десятое а это поможет этот закон вот если посмотреть да мы там вот как бы можем увидеть первое да как предлагается бороться с лудоманией первое это установить уголовную ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса да и использование программного обеспечения в сетях очень легко обходится это все да я имею ввиду vpn сервисы когда ну как бы как можно там у человека в телефоне запретить это когда сервер стоит где-то за границей vpn подключается и все это легко обходится точно так же как и ввести типовые правила работы да там они существуют эти типовые правила работы и пороговый возраст там ну от 18 или 21 года но тем не менее сейчас очень легко в интернете продаются аккаунты где 13-14 летний подросток может купить аккаунт беттинговой компании и зарегистрироваться да там точнее уже зарегистрированы ставить ставки не для того чтобы заработать а просто чтобы ставить ставки да и вот ну вот эти вот все ограничения они достаточно такие вот интересные да запретить функционирование микрофинансовых организаций внутри букмекерских контор ну такая сомнительная инициатива да ужесточить требования может быть там соседнем помещении да он вышел до зашел соседнее помещение там взял ужесточить требования к размещению до распространению рекламы но окей хорошо как бы отличная идея но куда бы мы ни зашли там любой киносервис у нас всегда первым выходит рекламу букмекерская конторы как это будет делать как это нужно ну да плюс еще же есть нативная реклама где ты не поймешь там если реклама то есть человек может просто быть в одеянии какой-нибудь беттинговой компании там с логотипом брендом но не призывать там не назвать название самого беттинг-компании. Это нативная реклама, а ее никак не запретишь. Нативная реклама, она как бы, ты не поймешь, человек рекламирует или не рекламирует. Да, согласен. Вообще этот закон, как вы считаете, он может вообще побороть удаванию в Казахстане? Или какой-то подход совсем другой нужен немножко? Мне кажется, этот закон, он ну, как бы он не будет работать, потому что зависимый человек или человек, который у которого высокий аддиктивный потенциал, да, он всегда найдет выход. Он всегда найдет как поставить, как взять деньги, как занять, как украсть. Ну, вот здесь очень много вопросов, связанных именно с финансовыми институтами, которые продолжают давать и кредитовать людей, у которых уже высокие, да, там. Долги. Долги, да. Это про как бы определенную судебную систему и ну, как бы вмешательство родных в процесс, когда человек берет кредиты, берет займы, да, а семья на него не может повлиять через определенные судебные системы, да. да, это ну, вообще само отсутствие программы профилактики. Я вот, ну, буквально там недавно, месяца, по-моему, полтора максимум, да, там назад читал статью в Tengri News. Министерство образования будет, ну, проводить программу профилактики зависимости, да, именно лудомании и табакокурения среди подростков. Школьников. Школьников, да. Будут привлекать 8 тысяч педагогов-психологов, 3 тысячи, там, социальных работников. А есть ли программа вообще это профилактики? И есть ли обученный специальный персонал, который будет заниматься этой программой профилактики? Или это будет опять просто подотчетная, да, какая-то программа? Мы провели, мы сделали определенное количество часов и какой результат будет при, ну, вообще в целом. Имитация бурной деятельности? Ну, в целом, да. Опять, как бы, озвучили, сказали, но программы отсутствуют профилактики. Вот, ну, на сегодняшний день, да, там, обучаясь на докторантуре, как раз таки, в целом государство мне оплатило, да, эту докторантуру, оплатило тот опыт, который есть на сегодняшний день у меня. Я занимаюсь там докторской диссертацией именно по программе профилактики зависимого поведения среди молодежи. Я готов дать, да, там, ту информацию или же те знания, которые они имеются у меня. Мне уже государство оплатило это, да, чтобы я занялся программой этой, да. Так привлеките же нас, да, привлекайте тех, кто реально занимается этим, как в академической части, так и, ну, непосредственно в терапевтической. Эффект будет гораздо лучше, нежели те инициативы, которые пишутся просто людьми, занимающие определенные должности. Ну, у них отсутствует практика в этом. Они не знают, что нужно делать. Пожалуйста, мы готовы помочь. Мы готовы к диалогу. Но, опять же, да, этот диалог должен быть не в формате, да, мы делаем, а вы, как бы так вот мягко выразиться, пожинаете плоды этого всего, да, давайте работать вместе. Ну, в конце концов, наше общество на сегодняшний день страдает. Которое из года в год все больше и больше болеет различными зависимостями. Вот, о чем еще хотелось бы поговорить. Есть же еще такое понятие, как кредитомания. Это же тоже считается зависимостью, да, куда входят там шопоголики все вот эти, которые не могут день прожить без покупки, да, в магазинах. Сегодня в Казахстане вообще как эта ситуация? Очень сильно распространяется вот эта болезнь? да, это вообще такой бич общества, да, потому что финансовые институты, банки создают вот эти вот черные пятницы 0024, 0012, да, там, когда у человека есть возможность закредитоваться. у нас в реабилитационных центрах есть уже случаи, когда попадают ребята с нехимической зависимостью, а именно кредитомания, когда он берет кредиты для того, чтобы бесконечно покупать, 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 вроде бы как бы и домой тащит, да, но при этом справиться с этим не может. Ну вот интернет и легкодоступность, она как раз таки и создает вот этот вот ну новый уровень зависимости, когда просто-напросто человеку там пару кликов, чтобы что-то купить, а проходит месяц и когда приходит время платить по кредиту, он уже не так доволен своей покупкой. У него начинается отрицание, да, у него начинается отрицание, да, он начинает да, зачем я это сделал, зачем я это купил, пятое, десятое и самое интересное, каждый раз он себе рассказывает какую-то новую историю. Оправдывает себя. Оправдывает себя, да, мажет себя иллюзиями, что это нужно, это необходимо, это там пятое, десятое и там если зайти в личный кабинет Каспи, да, и посмотреть вот этот календарь платежей, у многих казахстанцев, я думаю, там наберется нормальная сумма, ну и не только Каспи, да, любой банк в принципе создает эти условия, да. ну банки-то понятно, они на этом зарабатывают, то есть это чисто такой бизнес-подход, они всегда существовали в разной то есть форме, сколько существует институт банков, столько и существуют эти различные уловки по продаже, да, продаже, да, как людей загнать в долги и так далее, но вот сейчас это безусловно, мне кажется, это стало уже слишком, то есть сейчас недавно была новость, нет, не недавно, это было в прошлом году, как 17-летнему мальчику разрешили, то есть называть банк не будем, но самый популярный, так скажем, marketplace финтех, 17-летний парень просто рассрочку купил себе ноутбук или телефон, что-то такое, то есть ему одобрили, 17-летнему парню, который еще учится в школе, в этой части почему, как думаете, вот государство, оно же должно как-то регулировать эти процессы, запретить, например, там, до определенного возраста людей вообще не кредитоваться. Однозначно, да, я думаю, в целом существуют законы, которые регулируют, да, минимальный возраст кредитования, там, скорее всего, это 18 лет, возможно, это какие-то технические, ну, сбои в самой системе, ну, как бы, я не могу утверждать, о какой-то такой ситуации, но в целом, в целом это возможно, да, я знаю чуть другие истории, связанные как раз-таки вот, ну, с тем, что зависимые игроманы, лудоманы оформляют кредиты на своих родных без их участия, имея доступ там, к удостоверению личности, имея доступ к их КАСПИ, кабинету, ну, или любому какому-то другому банку, когда там можно получить определенную сумму без верификации личности, да, ну, МФО, микрофинансовая организация. Где достаточно вбить ИИН, человека, да? Да. И номер телефона, да, помните, ошибаюсь? Да. Всего два входа. Да. Если у тебя есть доступ, там, ну, все легко и просто. Лудоман, кредитоман, это, в принципе, сейчас превращается что-то в такой единой болезнь, да, такая? Они сопровождаются и идут вместе всегда, потому что лудоман там на второй, на третьей стадии своего зависимого поведения, он в большинстве случаев лезет в кредитные ямы, долги, рассрочки, там, микрофинансовые займы, одно без другого не бывает. Это однозначно, как бы, то, что идет вместе, не будет никогда отдельно, да? Очень много бракоразводных процессов происходит именно в, по причине и лудомании. Есть причины там семейного насилия и так далее, но вот самое интересное, да, женщины у нас могут потерпеть семейное насилие, вот, представляете, лудоманию уже терпеть не могут, то есть вроде бы как такого физического вреда от своего партнера нет, но тем не менее лудомания больше является причиной развода, нежели там побои и так далее. Вот в этой связи что интересно, как вообще вести себя близким людям, лудомана, наркомана, человека, который зависит очень сильно от таких вот болезней, надо, я не знаю, порицать. Вот как, например, супруга должна вести себя с мужем? Она должна ругать, угрожать, что вот разведемся, заберу детей, ты там и так далее и тому подобное или наоборот там помочь ему и войти в ситуацию там и что вот рекомендуется, какой лайфхак вообще есть? Вообще по большому счету ну это называется созависимое поведение, да, когда родные и близкие спасают где-то даже нападают и становятся потом жертвами своих же отношений. Исходя из моего опыта работы с созависимыми и зависимыми людьми, да, я вижу, как вообще вот эта тема табуирована, да, там проблем семьи, то, как рассказать родным и близким людям страшно. Уйд. Уйд, да. И жена на протяжении там пяти, семи, десяти лет скрывает и не рассказывает там родителям своим, родителям мужа, да, там, что он пьет, гуляет, там, употребляет, играет и доходит до последней стадии, да, когда уже, ну, остается только что делать? Разводиться, да. Вот, я думаю, проблема в этом. Не потому, что, как бы, зависимый человек плохой и с ним разводится, а потому, что боятся говорить про то, что есть проблема, ее надо решать. И все время верят, жены обычно верят, что все, все, вот, сейчас четвертый ребенок родится, я перестану употреблять, да, там, или, там, сейчас вот уроза начнется, все, с этого момента я перестану играть, употреблять, да, там, или, сейчас я вот, как бы, встану на намаз, ну, вот, игра в религию, да, там, наша любимая, и тогда все, все будет нормально, все будет хорошо, но нет системности и нет системного подхода к решению проблемы, потому что проблема не решается только с одним зависимым, проблема решается вообще в корне, в семье, есть люди, которые способствуют развитию этого заболевания, да, созависимые, и есть самозависимые, которые очень успешно и удачно пользуются своими родными и близкими людьми. созависимые, это люди, которые одобряют, сами того не понимают, сами того не понимают, не одобряют, они создают плодотворную почву для зависимого поведения. здесь вопрос даже не в том, что нужно ругать, да, здесь вопрос в том, что вот нужно выставлять определенные условия для зависимого человека, а зависимый человек, ну так вот в силу своего характера, наверное, очень, ну не любит соблюдать определенные условия, он не умеет этого делать, ему легче обратно возвращаться и возвращаться к употреблению. Для того, чтобы семье справиться с зависимостью, я думаю, лучше обращаться за помощью к настоящим специалистам, да, у которых действительно есть большой опыт работы с зависимостью, со-зависимостью, которые умеют, ну, как бы выстраивать правильное вмешательство в семейные отношения, имеют при этом дипломы психологов, аддиктологов, это, ну, как бы очень много на сегодняшний день там самозванцев в Инстаграме, в ТикТоке, да, там, которые говорят, что помогу справиться с любой зависимостью, да, но при этом у них отсутствует вообще какое-либо базовое образование. Обращаться к специалистам, которые действительно могут помочь, которые действительно понимают, о чем идет речь, и, ну, бывают разные ситуации, кому-то нужно вмешательство, а кому-то, ну, просто это нужно, ну, бывают такие личности, кто сам не пойдет на лечение, и там уже, как бы, необходимо применение определенных мер в отношении этого человека. А вот по поводу зависимости, да, есть какая-то точка невозврата, когда вот все уже, человека невозможно вернуть в прежнее состояние, когда он не будет ни о чем зависеть? Да, однозначно. И это, ну, вот такая точка, ее очень сложно определить, да, и здесь должны работать совокупно несколько специалистов, это не только аддиктологи, это не только психологи, это и психиатры, наркологи, которые могут дать адекватную оценку его психическому здоровью. Когда уже идет кристаллизация заболевания, да, и мы понимаем, что человек прошел одну реабилитацию, вторую реабилитацию, третью реабилитацию, да, и что-то, ну, не меняется, тогда здесь вот нужно подумать о том, что, ну, есть ли смысл дальше там его реабилитировать. И здесь приходит вот как раз-таки так называемая, ну, третья программа профилактики зависимости, это программа снижения вреда. То есть не искоренить, а хотя бы снизить, да? Да, хотя бы снизить вред от употребления, ну, мы понимаем, что человек, он не остановит, ну, никак не остановится ни играть, ни употреблять, ни пить, да, там, то тогда должны быть какие-то превентивные меры. Именно вот если брать с точки зрения лудоманов, это психиатрическая экспертиза, после этого эта психиатрическая экспертиза подтверждает его недееспособность и там передачу дела в суда, ограничение его недееспособности, чтобы он не мог брать ни кредиты, ни долги, да, чтобы семья завтра не страдала. Это очень важный момент и... А это не будет подталкивать его к преступлениям? То есть у него будет единственный выход идти на какой-то грабеж, убийство? Ну, понимаете, как бы грабеж и убийство это, ну, чуть другого разряда преступления. Вот зависимые люди достаточно такие трусливые и они вот мне кажется не будут, ну, может быть, это мое сугубо личное мнение, да, совершать такие правонарушения, но видя лудоманов, да, и того, что происходило вот буквально, по-моему, в прошлом году, когда человек убил ножом, да, я про это и говорю, да, возможно будет, но понимаете, мы же что-то должны с этим делать тоже, мы же не можем просто взять и пустить это на самотек, чтобы человек дальше набирал кредитов и долгов, а потом страдает не только же он и его родные, но страдают же и люди вокруг, у кого он берет эти деньги, ну, как-то ограничивать это. А вот если поговорить касательно наркозависимых людей, вот точка невозврата, мы же говорим, если не скорнить, то хотя бы снизить, получается человек также дальше будет получать наркотики. нет, вот как бы заместительная терапия это чуть другое, это то, что там пытались продвигать, нет, наркоманы, да, это чуть другая история про программу снижения вреда, мы не можем, ну, как бы давать просто наркотики людям, и чтобы они употребляли, им как-то было легче, нет. Это же незаконно. Это незаконно в первую очередь, да. Вообще современные наркотики, такие как вот синтетические, да, мы там все их знаем, их вообще сложно назвать наркотиками. Это психостимуляторы, МДПВ, да, которые, ну, развивают у человека психоз. психоз. Ну, вот, если посмотреть на его психоэмоциональное состояние, психические симптомы во время употребления и после употребления, это чистой воды психоз. Это воспаленный мозг, который, ну, как бы не создает такого кайфа и удовольствия. А те наркотики, старые наркотики, да, которые там доставляли удовольствие, они, ну, детский эликсир по сравнению с современными, да. И вот программа снижения вреда именно для наркоманов, это, наверное, больше работа с их родными, чтобы, ну, семья была готова к его срывам, да, к его постоянным госпитализациям, в наркологические центры, да, там, либо приводы в полицию. Это же не только относится к самому человеку, но его окружении, его семье, да. Вот по сути у нас, ну, вот этот вот социальный момент, он не затронут вообще в обществе, да, в том, что если мы лечим наркомана, то мы не лечим только его, нам необходимо заниматься и семьей, давать им психоэмоциональную поддержку, да, создавать определенные, ну, какие-то социальные институты. Интересный момент. Понятное дело, наркоман, вот как мы сейчас говорим, там, или там, алкоголик, или человек, который там употребляет никотин, они от этого процесса получают какое-то наслаждение, да, там, расслабление, соответственно, им снова хочется возвращаться в это состояние. Мне непонятно, какое наслаждение получает лудоман. Вот можете вот в этой части рассказать? Да, у лудоманов это вообще такая интересная история, да, мы там все говорим о том, что процесс игры, да, доставляет ему удовольствие. Нет, на самом деле это не так. У лудоманов это другая история. У лудоманов есть два процесса. Первый, это как найти деньги для игры, это первый процесс наслаждения и получения удовольствия, да, сам процесс. Поиск денег. Поиск денег, да, азарт начинается с этого, да. Процесс игры, конечно же, но конечный этап, выигрыш или проигрыш, да, это тоже для них определенная доза дофамина. Дофамина, да. Поэтому не сама игра, а то, как найти деньги на игру, да, и как, какой конечный результат, а не сама игра. Ценности у лудоманов точно так же, как у наркоманов в отношении денег, они размыты. Да, я вот ранее вам говорил, да, о том, что лудоман смотрит на деньги не как на деньги, да, а как на количество ставок входа в игру, да, вот этот процесс. Билет. билет, да, точно так же, как и наркоман. Есть одна из историй, да, как там поступает наркоман на реабилитацию и спрашивает меня, там, вот, мои родные меня поместили на лечение, а сколько стоит стоимость реабилитации в месяц? я ему отвечаю, ну, как 20 грамм синтетического наркотика. Да, ну, нормально тогда. Для него там ценность в 400 тысяч тенге, к примеру, да, измеряется в 20 граммах. Ему так легче это осознать и понять и принять. Для него это дешевле, чем 400 тысяч тенге. Если бы я ему назвал стоимость, это было бы много для него, а 20 грамм для него, это не особо так много. Очень много мнений есть по поводу вообще зависимости и многие, кто не подвергся к этому, они задаются вопросом. Вот я тоже там ставил ставки, как говорят, я тоже там пробовал алкоголь, никотин, наркотики и так далее, но я же не стал зависимым. А почему ты, ну, вот такое осуждение идет к людям, которые стали зависимы. Почему одни люди становятся зависимыми, а другие нет? Это такой интересный вообще вопрос. Вообще зависимость это лотерейный билет. Кто-то в него выигрывает и становится зависимым, а кто-то может играть в эту игру и никогда не стать зависимым. опять же мы возвращаемся к вопросу семьи. Окружение. Окружение, да. Ну, мы все родом из детства, да, и мы все выросли в семье. И все, что мы тащим в эту жизнь, оно пришло там из дому. Родители могут быть независимы, родители могут ну, как бы умеренно употреблять алкоголь, к примеру, да, или заниматься табакокурением. При детей стоит, курит отец, условно говоря. Да, и говорит, что это плохо. То же самое и здесь, да, или родные, как я рассказывал ранее, да, там, на каждые праздники ставят алкоголь и говорят, вот ты вырастешь, тебе станет 18 лет, тогда ты попробуешь. Пока нельзя. Пока нельзя, да. И ребенок в этот момент, у него формируются мнения, там, желания, потребность попробовать это, потому что запретный плод, он сладок, да, он интересен, и он идет, это делает со своими друзьями. Есть еще, как бы, вот момент, именно связанный, да, с социумом, то, что у нас есть определенные социальные потребности. В первую очередь, если сама семья дисфункциональна, если отсутствует принятие ребенка, уважение ребенка таким, какой он есть, да, есть определенные установки в отношении ребенка, да, то ребенок начинает это искать где? на улице, в социуме, он хочет быть принят друзьями, да, знакомыми, во дворе, в школе, и, конечно же, он пытается создать такой портрет, собирательный образ от всех, да, а на улице, ну, как бы, хорошему особо не учат, насколько я помню, из своего детства, да, поэтому, конечно же, потом мы получаем определенный результат, если родители не работают со своими детьми, если родители не вкладывают в них время, воспитание, да, там, причем, как бы, есть, есть такие детско-родительские установки, когда скрытые послания, и ребенок, ну, как бы, неосознанно воспринимает эти скрытые послания, то, ну, как бы, результат не особо привлекательный потом получается, а если мы видим, что родители вкладываются в ребенка, родители проводят с ним достаточно времени, не уделяют ему это время, то у ребенка достаточно доверительное отношение с родными, он никогда не прибегнет к каким-то инструментам, чтобы изменять свое сознание, потому что он знает, что есть кто-то родной, кто его примет, кто его может одобрить и сказать, ну, это ошибка, но эта ошибка, это всего лишь опыт. С кем не бывает. С кем не бывает, пойдем дальше, да, это все решаемо, нет проблем, идем дальше, да. Когда мы говорим про зависимость, мы всегда вспоминаем негативные явления, да, как вот наркозависимость, лодомания и так далее, но наверняка есть и какие-то полезные зависимости. для себя я сейчас отдаю такой отчет, что есть, например, тусовщики, которые там с нетерпением ждут каждые выходные, чтобы сходить в клуб куда-то там потусоваться, а есть еще люди, туристы, которые не могут там в месяц хотя бы один раз куда-то съездить в какую-то страну, то есть, это же тоже какая-то зависимость, да, но это полезная зависимость, то есть, их достаточно, их много? Вот, живя в Астане, да, я вижу постоянно каждое утро бегунов, я сам бегаю по утрам, и я считаю это вот тоже такой социально приемлемой зависимостью, спорт, это же тоже такая одержимость ума, встать в 5 утра, чтобы в 6 быть в парке, побежать, да, со всеми вместе, есть, да, действительно, есть, приемлемые такие зависимости, это нормально, и религия туда же относится социально приемлемой, да, вот, знаете, когда человек в целом начинает что-то делать, я имею в виду, пусть будет это наркотики, игра там, и алкоголь, он рассматривает это тоже с точки зрения плюса, вот, есть такое задание в реабилитационном центре, оно называется плюсы и минусы употребления, это про двойственность чувств по отношению к употреблению, и вот человек на первичном этапе тоже всегда там говорит о том, что я употребляю, там, допустим, алкоголь для смелости, чтобы там в клубе знакомиться с девушками, да, там, или я играю в азартные игры для того, чтобы заработать денег, но всегда из этого плюса получается почему-то долгосрочные последствия и большой минус, да, очень важно понимать, что я делаю, как я это делаю, для чего я это делаю, и, ну, как бы, неодержим ли я этой мыслью, потому что есть такие и спортсмены, которые, занимаясь спортом, вливают все свои деньги и средства в то, чтобы поощрять свое зависимое поведение, да, ну, здесь вот нужно понимать вообще, какой результат этого всего. Тимур, спасибо, что сегодня пришли к нам, было очень интересно, на самом деле, поговорить про все эти болячки общества, к сожалению, сегодня в Казахстане из года в год эта проблема только растет, растет она не только из-за того, что у нас люди плохие, а потому что есть условия под это, и эти условия развиваются ежегодно, да, различными видами. Очень было интересно, уважаемые друзья, сегодня у нас в гостях был Тимур Утепов, аддиктолог, практикующий психолог, психотерапевт, напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу всех зависимых заболеваний, как вы боретесь с этим, и какие у вас интересные были истории, позитивные, когда вы спасли человека от этих болезней. Обязательно напишите в комментариях, если этот выпуск понравился, поставьте лайк, и не забудьте подписаться на канал. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok